Программа с масштабом в гостях у Григория Погасяна. Человек, который от Калининграда до Петропавловска-Камчатского проехал на маленькой машине, груженной большим количеством родственников, собак и беременных тоже. В общем, Влад Минин, путешественник, человек мира. Он пытался однажды посчитать количество стран, в которых был, и сбился. И не смог. Где-то нас 160. Надо мне идти работать на радио, чтобы с карагарами разговаривать. Ничего страшного. Добрый тебе вечер. И добрый тебе, и всем слушателям привет. Да. А, вот еще, я забыл. Человек, который в одиночку проехал на снегоходе зимой всю Аляску. Вот. Кстати, Григорий тоже предлагал проехать. Я нет. Он говорит, еще не накопил пока. Сальца. Не накопил. Ну, Гриш, у тебя есть шанс. Роговицу-то ты жжег, вернее, не жжег. А ты, кстати, вот видишь, они восстановились. Потому что раньше я все время ходил в очках, если ты помнишь. А сейчас уже лучше. А сейчас уже лучше. Вот я раньше бы не смог сидеть при таком свете. Тем более у вас такая прекрасная студия тут. На радио Шансон. Да, на радио Шансон. И там 130 в Москве. Небо над головой, как практически в Лас-Вегасе. Точечки. Небушка. Небушка. Как на станции Октябрьская кольцевая. Как ты, вот почему ты стал путешественником? Я не забыл сказать, что Влад Минин не просто человек, который вокруг света все время, а он еще и фотограф, журналист, медиаперсона и вообще человек-легенда. Да, в общем, нужно начать как во всех сказках, да? Long time ago. Да, ну на самом деле принято уже так считать в общественности. Мое путешествие началось по жизни с кругосветного путешествия на мотоцикле, ты знаешь, да? Началось оно с крупной аварии в Москве, что послужило для меня хорошим таким испытанием. И это испытание как раз привело меня к таким выдающимся последствиям. Но с мотоцикла ты потом, как нормальный человек, пересел на машину все-таки. Нет, я по-прежнему продолжаю ездить на мотоцикле, и у меня в Лос-Анджелесе стоит прекрасный мотоцикл, на котором я постоянно езжу, когда я туда приезжаю, прилетаю. С границей можно ездить на мотоцикле, в России, мне кажется, нет. Да, ты абсолютно прав, поэтому здесь я не имею мотоцикла и не хочу его иметь. Да. У тебя есть собака. У меня есть собака. Синеглазая. Да. Да. Да, прекрасная, любвеобильная, сексуальная собака Хаски по имени Лайк. Лайк. Да, зовут его так сказать. Это он? Мужчина? Это мужчина. Мужчина Лайк. С большой буквы. Можно этому мужчину посмотреть у меня на странице в Фейсбуке. Там есть много этого мужчины вместе со мной. Много Лайка. Да-да-да. Буквально совсем недавно у нашего с тобой общего друга мы ездили в большую дыру в Аризоне и брали как раз Лайка с собой. Там тусовались. Так что хорошо проводим время всегда, когда есть на это возможность. Еще у Влада много всяких интересов. Мы поговорим о них. Он еще любит стрелять из всяких разных видов вооружений. Но об этом буквально через несколько минут на радио Шансон. Григорий Погасян и его незаурядные гости. Большие люди. В программе «Большие люди» Влад Минин. Путешественник, журналист, фотограф, человек мира. Мы говорили о разных его путешествиях. И я от Юго-Южной до Северо-Северной Америки на велосипеде. И Аляска на снегоходе зимой в одиночку. И на мотоцикле вокруг света в одиночку. Гриш, ну мы с тобой ездили. Я не все время в одиночку езжу. Нет-нет-нет. Ну вот один из этапов путешествий с Владом ехал я. Из Москвы до Воронежа я доехал за рулем чудесного, огромного автомобиля. Мы даже спали вместе. В хорошем смысле этого слова. В квартире в одной. Да-да. Так дешевле. Втроем тогда уж. Да. Будьте мы откровенны. Да, в Воронеже есть Макдональдс. Но там весь город сбежался смотреть, конечно, на наш автомобиль. Вот. Но мы о чем? О твоих увлечениях. Не только это путешествие, но и всякие разные такие вещи, как стрельба, кайтсерфинг, дайвинг. В том числе пещерный дайвинг. Пещерный дайвинг просто меня пугает. Я, наверное, клаустрофоб немножко. А тут еще и под водой. Скажи, пожалуйста, вот кайтсерфингом ты увлекся неспроста. Расскажи, как ты тонул в этом самом, в гольфстриме. Не, ну там я тонул-то как раз не на кайте. Это было, когда я переходил на джетский, на гидроцикле. На кайте я вполне отлично. Я затратил 7 часов, прошел больше 100 километров вдоль побережья Флориды. Я как раз тогда испытывал и себя, и оборудование для того, чтобы отправиться в путешествие на Кубу из Майами. Но там акулы, там тепло, там уже съесть могут. Там прекрасные акулы, никто никого не ест. Ну ладно, ты когда на Багамах тебе кричал. На Багамах, на самом деле, я тоже прыгал к акулам, с буллшарк плавал, несмотря на то, что мне все кричали, местные жители, что я должен быстрее оттуда убираться, потому что буллшарк является одним из самыми агрессивными акул в мире. У них огромное количество тестостерона. Они не такие большие, как белые, однако наибольшее количество именно травм доставляет именно буллшарк. А зачем ты, собственно? Ну, ты знаешь, у меня сохраняется по-прежнему некое представление о том, что если все-таки настраиваться, настраивать свои вибрации на природу, то в той природе все равно, ты еда. Нет, Гриш, вот неправда. Да правда. Ты знаешь, я проехал всю Африку, и западные побережья, и восточные. Я спал в саваннах в палатке, я спал на деревьях и так далее. Я спал вместе со слонами, вместе со львами и так далее. Меня никто ни разу не трогал. Почему? Самое опасное звери – это человек. Вот. Вот эти могут съесть. Кстати, да. Я много раз сидел в тюрьме, никто из них меня не съел, слава богу, во время моего передвижения по Африке. Однако я еще раз хочу заметить, что если настраиваться на природу, быть аккуратным, быть, скажем так, гостем, с уважением относиться к животному миру, то шансы быть съеденным у тебя минимальны. Однако все равно не нужно забывать, что, конечно, не стоит строить из себя царя зверей. Хотя ты видел недавно, как я тут играл со львом, да? Минимальный, но есть. Есть. Есть, да. Но могут сожрать. Как это? Съедобный от голода не умрет. Ой. Стрельба. Про стрельбу я все хочу у тебя спросить. Так. А что? А вот мы так, кстати, с тобой не постреляли, Гриш? Ты же помнишь, да? Без визы мне не дали. Не дали. Хотя у меня столько много, ты же знаешь, да, винтовок, у меня автоматы, пистолеты разные. Все настоящее, все самое крутое, самое дорогое. И я надеюсь, Гриш, что ты когда-нибудь правильно приедешь, и мы поедем с тобой в Лас-Вегас и зажжем. На этой оптимистичной ноте мы вернемся через пару минут. Путешественник, журналист, психолог, кстати. Открылась новая особенность. Да. Так. Влад Минин в гостях у программы «Большие люди» на радио «Шансон». Как психолога занесло, собственно, в путешественники, и кого ты возишь с собой в экспедиции? Вот так. А, Гриш, ну, ты знаешь, да, многих из тех, кого я возил, это знаменитые, интересные люди, и перечислять их не будем. Люди, как правило, которые добились уже успеха в нашей вот этой жизни московской, при этом они сочли, что они могут больше, и их ресурс может больше внутренний, но для того, чтобы его раскрыть, нужно, конечно же, выйти из зоны комфорта. Об этом многие говорят, но мало что делают. Максимально это ограничивается вот каким-нибудь там походом здесь, в Подмосковье, в баню. Да, это вот они называют выходом из зоны комфорта. Однако то, что предлагаю я, я их помещаю в самые экстремальные условия, которые есть у нас на Земле, и в этих условиях они совершенно по-новому открываются. Это могут быть либо капсульные экспедиции персональные для человека, которому предлагается ряд испытаний, которые он должен пройти. Форд Боярд такой. Ну, типа такого Форда Боярда. Однако я все-таки предлагаю не некие, не квесты, не какие-то глупые занятия, а именно ту простую, тяжелую работу по выживанию, которую делали наши предки на протяжении тысячелетий. Я считаю, что это наиболее прямой путь к нашему внутреннему потенциалу, потому что это пробуждает в нас те самые первобытные чувства и как раз вскрывает весь наш потенциал физический, умственный, психологический, открывает собственно путь к нашему альтер-эго. И именно для этого я создаю такие экспедиции. Каждая из них не похожа одна на другую. В каждой из них присутствует какой-то элемент испытаний. Это могут быть различные транспортные средства, это могут быть снегоходы, это могут быть мотоциклы, либо эксклюзивные машины, как вот, например, в последнем путешествии, которое было не так давно на Аляске. Это такая же самая машина, как ты помнишь, на которой я участвовал на Такаре, да, только она была специально модифицирована для условий Аляски. И так далее, и так далее. То есть я помещаю людей в первобытные, можно так сказать, условия, не в зависимости от их качества, которым они обладали здесь, в Москве. Мы не смотрим, мы даже не обсуждаем их статус, денежные какие-то запасы, их регалии и так далее. Там они просто люди. Дрова рубить будешь, несмотря на то, что ты в форме. Да, дрова рубить, есть сырое мясо, да, купаться... Пить кровь. Да, пить кровь, конечно. Купаться в холодной воде, идти по поясу по болоту и так далее. То есть это скрывает... Если есть машина, зачем по поясу по болоту? До болота же нужно доехать, Гриша. Болото же у нас не везде. Слушай, в одной из экспедиций, как раз вот на Аляске с вами была в экспедиции дама, топ-менеджер одного из российских банков. Девушка. Девушка? Прекрасная девушка, да. Ну и как? Я просто знаю, что из одной из экспедиций тебе пришлось вернуться. Да. Потому что не выиграл. Я почему подчеркиваю прекрасная девушка, потому что она отправилась в это путешествие, потому что она действительно настолько популярна здесь, в Москве, что она никак не может обрести себя. И она поехала на Аляску, чтобы наконец-то собраться силами, где никто не знает, чтобы понять, подумать, вообще отрешиться от этого суперкомфорта, в котором она привыкла находиться здесь. Получилось? И я считаю, что у нее получилось, по крайней мере, мы встречались после нашего путешествия на Аляску здесь уже в Москве. И она пришла ко мнению, что Аляска для нее открыла совершенно новые пути в жизни, а это самое главное. Потому что зачастую мы просто не видим, куда идти. Хорошо, тогда буквально через пару минут мы продолжим, и ты расскажешь о том, что иногда некоторые экспедиции не удается завершить и приходится возвращаться из-за того, что люди не выдерживают. Да. Григорий Погасян и его незаурядные гости. Большие люди. Влад Минин, путешественник, журналист, фотограф, психолог в гостях у программы «Большие люди» на радио «Шансон». И мы остановились на том, что из некоторых экспедиций приходится возвращаться, не завершив их, из-за того, что люди не выдерживают. Часто ли такое было и почему это? Гриш, происходит такое периодически. Я хочу сказать, что даже незавершенная фактически экспедиция является завершенной, потому что основная цель это не пройти от точки А до точки Б. Основная задача человеку погрузиться на самое дно своих возможностей, психологических и, соответственно, физиологических. Вот, поэтому некоторые просто из моих гостей достигают этого дна гораздо раньше, и они понимают, что вот оно, да, и все, у них дальше просто нет сил никаких двигаться дальше. И поскольку основной герой это как раз мой гость, а не путь, по которому мы проходим, вот, то я принимаю решение... Сворачиваем. Да, мы сворачиваем, но мы сворачиваем не в тот момент, когда человек достигает этого дна, а как только он его достиг, мы еще продвигаемся еще на немного для того, чтобы как раз переломить эту ситуацию. То есть не тот момент, когда он сказал, все, я не хочу, а тогда, когда я ему скажу, что теперь ты можешь вернуться назад. И для этого я ставлю определенные задачи, и точки эвакуации расположены таким образом, чтобы когда человек даже захотел, он не мог эвакуироваться сразу. Именно это позволяет человеку расти. А если аппендицит? Это человеку позволяет расти. Однако, безусловно, во всех экспедициях предусмотрены экстренные ситуации и эвакуация в случае необходимости. Есть спутниковая связь, предусмотрены самолеты, вертолеты, которые могут находиться на определенном удалении и так далее. Однако я еще раз подчеркиваю, что самое важное для человека именно перейти этот рубеж. И именно тогда он чувствует, что он вырос. Он вырос настолько, что теперь ему все по плечу. Он может теперь абсолютно все, куда бы он ни пошел. И это самое важное. Самые-самые запомнившиеся места на планете Земля твои какие? Ну, безусловно, без сомнения. Конечно же, это Африка, мое одиночное путешествие по западному побережью Африки, когда я действительно сам каждый день находился на дне своих возможностей и говорил, что это невозможно, я не могу больше это сделать, я не могу больше делать. Но как только я это проходил, на следующий день я бил себя в грудь и говорил, я люблю тебя, потому что это было круто. Я смог это сделать, я смог преодолеть, я смог выйти из тюрьмы, я смог переплыть реку, я смог пройти джунгли, я смог преодолеть горы и так далее. И каждый раз я говорил себе, я люблю тебя, потому что я это мог сделать. Это повышало мой личный рост. А что там с тюрьмой? Ну, я периодически оказывался в тюрьмах, в различных ситуациях, потому что я нелегально проходил какие-то границы, которые условно весьма между различными государствами Африки. И приходилось, да, общаться с различными племенами и так далее. И даже одно время я жил с пигмеями, потому что попал в аварию, я упал на мотоцикле в джунглях Камеруна. Вот. Так что ситуации было очень много, но я на собственном опыте испытал, что как важно, находясь, когда тебе супер страшно, когда ты весь дрожишь и покрываешься потом, все равно делать шаг вперед. И именно этим я хочу поделиться. Ты никогда не узнаешь, что там обрыв, если ты не сделаешь этот шаг. Ты, сделав этот шаг, даже полетя в этот обрыв, провалившись, ты все равно можешь найти пути спасения. А с парашютом прыгал? Конечно. Ой, прям не удивить его ничем. Не все равно, когда путешествовать. Ты выбираешь специальный месяц, день или... Гриш, меня удивляют люди, которые не путешествуют. Да, я думаю, что это самый большой грех не путешествовать, потому что нужно максимально тратить свое время на удовольствие, связанное с путешествием, потому что ничего так больше не раскрывает, как путешествия. Давай еще про какие-то страны, куда бы ты... Давай, Гриш, про какие бы ты хотел. Ну, про Африку мы сейчас поговорили. Что еще где интересного, запоминающегося... Ну, Латинская Америка, безусловно. В Мексике тебя пинали 60 человек. Да, их было гораздо больше. Но несмотря на то, что их было гораздо больше, они были практически все вооружены мачетами, именно обо мне написали, что я напал на них с мачеты. Такой злобный русский напал с мачетами на добрых крестьян штата. 60 добрых крестьян. Да-да-да, штата Чапос. Это были ребята-революционеры-запатисты. Такая партия есть, социалистическая Сапата. И эти ребята очень злобные бывают иногда, когда им хочется денег. К моему большому удовольствию и счастью я выжил. И это еще раз, еще раз. Мотоциклетная униформа тебя спасла. Да, у меня, кстати, до сих пор этот шлем, который полностью, знаешь, такая паутина, разбитая полностью, вот шлем полностью весь в таких вмятинах, когда меня били камнями, мачетами по голове. Вот поэтому это еще раз я подчеркиваю, что этот момент, я благодарен, что он произошел, потому что я тогда просто переродился. Это было потрясающе. Кстати, мои друзья здесь, в Москве, когда во всех сводках было написано, что чуть не убили Влада Минина на границе штата Чапаса, там и Гватемалы, они говорят, Влад, вот это круто, давай еще! Потому что я был во всех сводках, да. Это было смешно. Любимое время года есть? Любимое время года нет, потому что я постоянно перемещаюсь в пространстве и времени. Я его даже не замечаю, потому что сейчас я здесь, завтра я могу быть в Майами, и послезавтра быть на Аляске. Мне нравится абсолютно все. Любое время года для меня прекрасно, потому что я его выбираю, исходя из цели и задачи, которые я себе ставлю. Раньше я любил лето, а потом я понял, что если есть деньги, то лето может быть в любое время года, и теперь я люблю деньги, да? Да. А вот, несмотря, ты же знаешь, да, что много времени я провел в Майами, я любил лето очень долго. Вот, теперь, да, теперь я... Бабжай много мне не нравится. Да, где? В Майами. Ну, нет, ну, как бы, если ты в Майами, ты имеешь Лу-Саус-Бич, а если, допустим, ты приедешь на такой прекрасный район Бэй-Харбор или Болл-Харбор, там ты никого не увидишь грязных и страшных, там только прекрасные, красивые, творческие люди живут. Поэтому надо, конечно, стремиться... И аллигаторы бегают. ...быть рядом с творческими людьми, чтобы заряжаться их позитивной творческой энергией. Куда бы тебе хотелось отправиться вновь и вновь? Вот вновь и вновь я возвращаюсь на Аляску. Я был там уже не так давно, в шестой раз. И вернусь туда, я думаю, что совсем уже скоро, в феврале, потому что это потрясающе фантастическое, высокоэнергетическое место на планете Земля. И я не устану никогда туда возвращаться, потому что это одно из самых диких, последних, можно так сказать, диких мест на планете Земля, куда я очень люблю приезжать. Ну и, конечно же, Латинская Америка, Центральная Америка, там много мест, которые еще и мной не исследованы. Поэтому это состоится уже буквально в следующем году. Панамериканское шоссе. Ну, это мы уже проезжали, Гриш, уже не будем повторяться. Есть место, где оно прерывается. Есть, это Дарьенгап, Дарьенский разрыв между Панамой и Колумбией. Там буквально сейчас 90 километров джунглей осталось, который контролируется наркоторговцами. Ну и это тоже можно решить. Кстати, у меня один из клиентов сейчас именно хочет пройти Дарьенгап пешком. На этой эпидемистичной ноте вернемся через пару минут. Влад Минин, путешественник, журналист, фотограф, психолог. А я круче тебя, я был на Северном полюсе. Да просто псих, можно сказать. Все, можно сразу описать, сразу просто псих. Скажи, пожалуйста, значит, вот у нас спрашивают наши слушатели, а куда можно отправиться очень недорого и куда можно отправиться очень дорого? Ну, очень недорого. Всегда можно отправиться в славную Ивановскую область, пожалуйста, Владимирскую область. Потрясающе. Вот там кто не был, я вам хочу сказать, что вот не так давно с одним из моих потрясающих гостей и моих друзей я прошел 36 километров пешком зимой. В Валенках. В Валенках. И в Тулупе. В Зимунах. Да. И я вам скажу, ребята, это был потрясающий экспириенс. Просто. Мы практически всю дорогу шли и молчали. И это круче любой медитации. Поэтому вы всегда можете найти, как говорится, настоящий индейец, завсегда найдет себе оттяг, да? Вот. Да. Поэтому можно найти оттяг везде, но если хочется прямо такой нереальной какой-то красоты, конечно, всегда есть дорога в Карелию, да? Это очень недорого и потрясающе прекрасно, как летом, так и зимой, да, в принципе, в любую погоду и время года всегда можно поехать и получить громадное удовольствие. На машине можно полететь туда, в Петрозаводск, взять там какие-нибудь экскурсии. Вот. Всегда у нас остается наш Кавказ. Всегда есть не наш Кавказ, Грузия вообще шедевр. Всегда на все времена. Вот. Так что недорого, направлений очень много. Все, что касается дорого, тут вопрос цели и задачи, да? Поэтому можно поехать, как мы, взяв машину стоимостью от 200 тысяч долларов. Вот. Можно поехать на собаках, которые стоят 100 долларов. Вот. Поэтому все же зависит от цели и задачи. Если вот человек хочет поехать, да? На собаках. Да. Ну вот, пожалуйста, смотрите, очень оригинально, да? Взять собаку и вот там на недельку съездить с палаткой где-нибудь по русскому северу, если люди хотят действительно какого-то экспириенса, открытия для тебя чего-то нового, абсолютного нового уровня осознания своей страны, себя, своей работы, отношений, всего остального. Это можно осознать только тогда, когда вы действительно поместите себя в такие вот необычные условия. И это даст гораздо, гораздо больше эмоций, воспоминаний на всю жизнь, нежели чем любой отдых на пляже или там all inclusive. Это всегда вы успеете сделать. Но вот именно такое путешествие нужно хотя бы позволить себе раз в несколько лет для того, чтобы понять, я живой, я живу, я хочу и самое главное, я могу. Слушай, ну по русскому северу на собаках опасно, мне кажется. Нет, никаких опасностей. Медведь? Волки? Какие? Ну какие-нибудь. Какие медведи? Полярные? Не знаю. Вот, ну даже если полярный медведь, не стоит так сильно заезжать на собаках к полярным медведям. Они обычно на льдинах тусуются. Вот есть много безопасных мест, где это можно делать. Самое главное, Гриш, ты знаешь, да, это техника безопасности. Если все сделать правильно, да, как говорится, читайте инструкцию к действию, вот, поэтому все, для этого существуют такие люди, как я, которые могут поделиться советом. Есть эксперты, которые могут сказать, как делать правильно. Разумеется, не стоит сейчас срываться из своей квартиры московской и лететь на север России и прыгать в собачью упряжку. Для этого нужно подготовиться. Но это очень-очень правильное будет действие, если вы подготовитесь и съездите туда. Поверьте, это вы запомните на всю жизнь, и это будет вашим огромным потенциалом. Влад Минин, путешественник, журналист, фотограф, психолог. Продолжим через пару минут. Программа с масштабом. Большие люди. Человек, который объехал земной шар много-много раз, Влад Минин, путешественник, фотограф, журналист, психолог в гостях у программы «Большие люди» на радио «Шансон». Дамы и господа, подошла к концу наша программа. Неожиданно. Да, неожиданно. Как-то пролетел час нашего с тобой общения. Ну что, я могу попросить тебя? Нет, но мы продолжим. Позже. Фейсбук, Инстаграм, да-да-да. Ну что, давай, желай что-нибудь. Ну, я желаю только, всегда только одного, ребят, и тебе, Гриш, тоже желаю. Вообще всем нам и себе самому самое главное, потому что всегда нужно начинать с самого себя, да? Я желаю оставаться самим собой, всегда, несмотря ни на что, никогда не размениваться, идти всегда по-большому. Есть такое, знаешь, go big or go home. Я всегда, когда мне говорят, а как дела там, помаленьку, я говорю всегда, иди по-большому. Вот, ребят, я всем вам желаю идти по-большому, по-настоящему, не врать самому себе, любить самого себя, больше путешествовать и быть позитивными. Вот с чего я хотел бы пожелать, Гриша. С чего начать в России? Начать с себя. Начать с себя. Мыслить позитивно. И, кстати, еще одну заметку скептикам. Для того, чтобы любить Россию, есть очень простой способ. Валите быстрее отсюда, поживите там, и вы начнете любить Россию каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Я вам обещаю. То есть, такая, рецепт патриотизма. Да, да. Любовь к родине. Любовь к тещи измеряется километрами. Вот. Абсолютно верно. Аналогично, да. Но самое главное, все-таки, говорю, стараться переломить свой привычный ход мысли, перестать мыслить негативно и мыслить обо всем позитивно, все переводить максимально в позитив. И тогда наверняка улыбнутся облака. Это сто процентов. Где, где вот максимально приятно тебе улыбаются облака? Мне максимально приятно улыбаются, Гриш, везде. Вот даже здесь на радио Шансон, ты видишь, вот здесь голубые облака. Понимаешь? Вот никто их не видит, а я вижу. Понимаешь? И мне прекрасно. Чаще смотрите на небо, на солнце, на звезды. И еще раз повторяю, мыслите позитивно. Гриш, путешествия, любые их проявления, ты знаешь, да, они всегда заряжают позитивом. Всегда общение с новыми людьми всегда заряжает позитивом. И когда ты уезжаешь за пределы МКАДа, ты перестаешь быть в той одежке московской, носить гримасы и маски, быть и строить из себя кого-то, да? Когда мы с тобой уехали в Воронеж, ты помнишь? Да. Как же было прекрасно. Ходили по полям, встречали каких-то людей простых, обычных, хотелось всех их обнять. Процентов 10 населения в Воронеже чернокожие, кстати. О, кстати, да. Неожиданно. Да. И вот, кстати, там хорошее мясо вот сейчас, да, оттуда идет. А еще там три железнодорожных вокзала, да, мои господа, если вам когда-нибудь доведется уезжать из Воронежа, помните о том, что ни в одном билете это не написано, но там три железнодорожных станции. А, кстати, если вы запутаетесь, звоните Григорию, потому что Григорий знает. Да, я успел за секунду до отхода поезда примчаться. Так регулярно, каждый день кто-то вот опаздывает. Вот, Гриш, ну мы с тобой же скоро отправимся в очередное путешествие, верно? И у меня эфир каждое утро. Нет, Гриш, надо заставить себя поехать все-таки в путешествие. Все-таки, наконец-то. Я очень, кстати, счастлив, Гриш, вот реально за тебя, что ты вернулся на радио после долгого отсутствия. И очень приятно тебя видеть в настоящем хорошем месте. Кстати, очень прекрасная студия. И слышать. Да, и слышать. В Москве. Да, да, да. Вот. Так что, Гриш, за что я тебя люблю, что ты тоже позитивен, даришь позитив, хотя иногда ты говоришь всякие гадости на Фейсбуке, о чем я тебя всегда ругаю. Перестань так думать. Гриш, ты позитивный чувак. Я нейтралитет сохраняю всегда. Ты позитивный, вот сохраняй, Гриш. Я объективен. Нет, Гриш, а ты субъективен, и я тебе советую. Как путешественник, как психолог, как псих, в конце концов. Так. Да. Больше улыбайся, Гриш. Чем я, собственно говоря, и занимаюсь, дамы и господа. Счастья вам, удачи, доброго настроения. Влад Минин, путешественник, журналист, психолог, был у нас в гостях в программе «Большие люди» на радио «Шансон». Всем счастья, пока. Григорий Погасян и его незаурядные гости. Большие люди. Программа с масштабом на радио «Шансон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова